Здравствуйте! Это новость из Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема этого выпуска. Смертельные посредствия охранологии трагических событий в поселке Тарки смотрите в нашем выпуске. 24 миллиарда для Дербента. Через три года древний город обещает стать одним из самых привлекательных на Кавказе. Карантин в Кунтер-Калинском районе. Наложен запрет на ввоз и вывоз животных. На территории активно работают ветеринары. Смертельная потасовка. Трагическая ситуация сложилась накануне в Тарках. Сход жителей поселка обернулся очередным убийством. Подробнее в сюжете наших коллег. Накануне вечером возмущенные жители поселка потребовали выселения семьи 28-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве активиста Вали Абдурагимова, который погиб тремя днями ранее, отстаивая антинаркотическую позицию. Продолжением разбирательств стал сход жителей, который перерос в конфликт, в результате чего произошла массовая драка. В итоге были убиты двое молодых людей, есть раненые. Погибшими оказались бойцы смешанных единоборств. Сейчас ведутся поиски причастных к убийству. Кого-то убили, клянулись. Убийца активиста был задержан. По данным Следственного комитета, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы по части 1 статьи 105. Я поехал на лошадях кататься. Туда он тоже приехал двумя кацанами. У нас обратно, совместный разговор получился неприятный. Он головой тыкнул меня, я побежал, у меня было оружие. Я побежал, машину взял, оружие. И один раз в землю ударил, выстрелил. Хотел, чтобы он остановился, успокоился. Он не остановился, и дальше на меня побежал, толкнул. А я падаю непроизвольно. Выстрел произвел, упал, встал, смотрю, он уже на полу был взял. В разрешении конфликта для урегулирования ситуации вмешались старейшины Таркинского джамата и мамичейцы с участием мэра и привлечением активистов-общественников. По их словам, пути решения проблемы будут оглашены завтра после коллективной молитвы. Все наши молитвы, поселка Таркин, навестим родителей этого парня, из-за чего это все случилось. Мы сначала предъявим ему то, что предъявляет наш джамат. Будем стараться сделать так, чтобы убрать эту смуту, которая нависла над нашим поселком. Самое лучшее для всех нас будет починиться тому решению, которое будет выработано имамами. Найти себе силы, крепкий имам, принять это решение и не приступить его. Алина Багилова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ «Махачкала». Более 24 миллиардов рублей направят в Дербент до 2024 года. Правительство внесло поправки в программу развития города, в рамках которой будет проложена канатная дорога, построена набережная протяженностью полтора километра. Также будут благоустроены парки, скверы, дороги, построены очистные сооружения и электрические подстанции. Деньги направят как из республиканского, так и из федерального бюджета. В Кумтар-Калинском районе введен карантин. В целях уничтожения очага оспы овец и коз в Рио главы Дагестана Сергей Мериков подписал соответствующий указ. Ограничения будут действовать до 26 января на территории СПК Батлаич. Угрожаемая зона определена в радиусе 10 километров от границы неблагополучного пункта. Теперь данную территорию нельзя посещать посторонним, кроме персонала и специалистов Госветслужбы. Запрещены ввоз и вывоз всех видов животных, с которыми могли иметь контакт больные восприимчивые животные. Вывоз шерсти и пуха, молока, снятие шкур с трупов павших животных тоже под запретом. В неблагополучном пункте и угрожаемой зоне до окончания карантина нельзя проводить ярмарки. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Берегите себя. Всего доброго и до свидания.